Всем привет! Продолжаем путешествовать по миру. Сегодня я хотел бы вам показать немножко, что творится на острове Микенос. Это греческий остров, один из островов Кикладского архипелага, расположен в центральной части бассейна Игейского моря, береговая линия которого достигает 89 километров. Я там был в июне месяце, в общем жарко, тепло, светло, красиво, обалденно. Я путешествовал на лайнере Коста-Люминоза, хороший лайнер, красивый, комфортабельный. И вот лайнер остановился около этого острова и мы немножко походили. Хочу вам показать, что там творится. Действительно красивый остров, современный роскошный курорт с яркой ночной жизнью, где каждое лето отдыхает знаменитый артист, известный кутюрье, топ-модели, политические деятели, звезды эстрады, ну и так далее. Я зачитываю вам википедию, то, что я нашел. Конечно, я там ночью особо не отдыхал, у нас было время всего лишь день, но то, что я увидел, это просто было шикарно красиво и обалденно. В греческой мифологии название острова отождествляется с именем его первого правителя Микеноса, сын царя Ания, отцом которого являлся сам Аполлон. Согласно одной из мифологических традиций, под Микеносом погребены гиганты, побежденные Геракл. Название кикладского архипелага, в который входит Микенос, происходит от понятия кикладес, что в переводе греческого означает «лежащий кругом». Именно так расположились острова архипелага относительно самого главного из них – священного острова Делос, где по преданию родился Аполлон и его сестра Артемида. Это немножко из истории. Действительно, тут, если брать историческую справку, много тут чего написано. Ну, в частности, сначала остров населяли предположительно выходцы из Малой Азии. Первые поселения на Микеносе возникли еще в пятом тысячелетии до нашей эры. Это был первый остров Игейского моря, которые были освоены людьми. Изначально остров был под властью Афин, потом Микенос заняли римляне, он стал частью Византийской империи, часто подвергался нападению пиратов. В водах архипелага появлялись корабли «Барбароссы» адмирала Султана Сулеймана Великолепного. Османская империя заявила о своих странах. Здесь, кстати, с 1770 по 1774 год находились русские, и остров был под управлением русских моряков-офицеров, которые поддержали местное население. После того, как между Россией и Османской империей был подписан Межный договор, русский флот покинул воды Эгейского моря. В 1882 году местные жители вытеснили тужик с острова при поддержке десанта кораблей, построенных и оснащенных на средства Манта Маморогенос. Это храбрая греческая аристократка, которая отдала все свое состояние на финансирование освободительного движения. Ее именем названа Центральная площадь Микеноса. Ну, это так вот немножко истории. Остров гранитный, местность скалистая, здесь нет пылиек, потребности в водоснабжении покрываются облеснительной установкой. Выращивают виноград цитрусовые, растут здесь пальмы, оливковые деревья, кипарисы, ну и вечно зеленые кустарники. Климат Микеноса, типичный среднезнаморский, с жарким сухим летом, мягкой зимовой. Самый знойный месяц с июль и август, когда дневная температура превышает плюс 30. Вот мы были в июне месяце, температура была где-то по-моему в районе 35, очень было жарко, просто жарко-жарко. Конечно, символ острова Микеноса это витряные мельницы. Всего витряных мельниц на острове 16, но наиболее известные 7. Здесь находится маленькая Венеция, так ее называют. Это центральный уголок романтический Микеноса, белоснежные невысокие здания, скрытыми галереями, деревянными балкончиками и окнами. Это маленькая Венеция Микеноса. Здесь находится этнографический морской музей. Что касается проживания для туристов, но здесь оно достаточно дорогое, 5 звезд это 2000-3000 евро за апартаменты, неделя проживания. Ну а 3-4 звезды это 200-300 евро в день. Можно снять комнату за 40-70 евро. Ходят здесь автобусы по 2 евро, вызов такси стоит полтора евро, а поездка от центра до аэропорта обойдется порядка 6 евро. Конечно, самым популярным видом транспорта на Микеносе являются лодки. Ну а что касается еды, цены здесь такие же как в Европе, как мне показалось. В общем, за 20 евро можно на двоих прилично поесть и выпить. Я помню, что мы брали рыбу, вино, какие-то салаты. В общем, цены такие же как и в Европе. Вот посмотрите, что я здесь снимал, нафтографировал и сделал маленькое видео. Вот маленький такой сюжетик о острове Микеносе. Действительно красивый остров, просто приятно. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Немножко показал его остров Микеносе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова